Здравствуйте! Сегодня наш разговор пойдет о мелиссе лекарственной. Мелисса не такой уж частый гость в наших огородах и садах, но это полезнейшее растение и у него много полезных свойств, плюс ко всему у нее приятный лимонный аромат. Почему мелисса не так часто встречается в наших садах? Потому что мелисса зимует с укрытием. В холодные малоснежные зимы мелисса способна вымерзать, поэтому мы лучше всего накроем ее какими-то сухими листьями или ветками на зиму. Мелисса очень хорошо выращивается из семян. Это можно сделать рассадным способом, можно посадить ее сразу в грунт. Чем полезна мелисса? Мелисса очень хорошо успокаивает нервную систему. Чай с мелиссой успокаивает нервную систему. Мелисса очень прекрасно действует на желудочный кишечный тракт, на пищеварительную систему. Мелисса служит патагонным средством. Это прекрасное средство при простудах. Мелисса сама по себе декоративная, но не путайте мелису с котовником лимонным, потому что в наших садах котовник лимонный растет очень хорошо. Это многолетнее растение, которое не вымерзает. Чем отличить? У мелисы немного заостренные листья зеленого цвета и бывает такое мелкое-мелкое опушение, редкие волоски. У котовника листья с сизоватым оттенком и у него опушение сильное. И котовник цветет соцветий колос, а у мелисы при цветении белые цветки в пазухах листьев на всем растении. Есть повод заняться мелисой и посадить ее у себя, потому что мелисса прекрасно высушивается и на зиму мы обеспечиваем себя прекрасным ароматным чаем, плюс еще это профилактика простудных заболеваний. А при помощи наших советов вы это растение вырастете правильное, а растет оно лучше всего на солнце, на легких почвах, нейтральных. Поэтому если у вас кислая земля, немножечко добавьте перед посадкой туда доломитовой муки, высаживайте это растение, поливайте, рыхлите и пропалывайте от сорняков. Больше такого особого ухода за ним не нужно. Продолжение следует...